Слывет по небу без усилия, космотых на плотах. Конкурс – отличный толчок для ребят, которые в нем участвуют. Вот уже 11 лет, как детская новая волна, традиционно проводится в Артеке. Она помогает талантливым ребятам проявить себя в песенном творчестве. Для ребят, на мой взгляд, это такой драйв. Вы знаете, как видят тех людей, которых видят регулярно по телевизору, что творчество уважают, а сегодня можно с ними пообщаться, еще не будут оценки ставить. По итогам прослушивания профессионального жюри во главе с народным артистом России, композитором и продюсером Игорем Крутым, финалистами стали 12 участников из семи стран. Талант, да, это такая штука, которую не взять в руки, не понюхать, ни на вкус не попробовать. Это или есть, или нет. До какой-то степени его можно развивать усидчивостью, качестве. Но если таланта нет, усидчивостью можно до какой-то точки все это развить. А все остальное дальше не получится. Конечно, первый критерий, чтобы дети были талантливыми. По словам директора Артека, детская новая волна 2020 – единственное событие, которое состоялось не только благодаря организаторам, а и при поддержке власти и Роспотребнадзора. Стопроцентное выполнение требований санитарных правил. Без поддержки. Все, что здесь построено, все, что вложено за последние пять лет государством, должно работать именно на воспитание детей. И как за сценой, так и в зале – это лучшие дети страны. В год 95-летия международного центра зародилась новая традиция. Звездные гости детской новой волны высадили магнолий и оливковые деревья. Севелия Мейметова, телеканал Милет, Ялта.